Они просто не убирают. Плюс, так же самое зимой. Начистка снега с тротуаров тоже производится. Ну, в Новый Строй, в принципе, она производится. Даже когда был первый снег, мы с вами прекрасно видели отзывы в интернете, и у меня даже знакомый ехал. С Одессы по радио передают, что в городе убираются тротуары. Правильно, там какая-то дорога. Я видел такие огромные, такие вот черные куски непонятно чего, которые лежали там, не знаю, еще две недели. На перекрестке улицы Кузнечной и проспекта Богоявленского. Ну ладно, это да. Так вот, к сожалению, у нас сейчас одна из проблем, которая является в городе уборки тротуаров, это наш предприниматель, который вот в магазина вот сюда ставит заборчик, штырек забивает. Ну, к сожалению, очистить его более эффективно не получается. Поэтому где-то в середине декабря, мне уже прислали еще одну, будем оплачивать, я заказал на предприятии снял уборочник. Мне пришел компакт, который позволит пройти на тротуары, он на русиничном ходу, то есть довольно-таки эффективна будет уборка снега. Но опять... Он только от зимней уборки предоставит? Это конкретно снегно-очиститель. Он будет работать два месяца в году? Он будет работать столько, сколько будет снег. То есть может быть и две недели. Может быть и две недели. Может и еще... Считаете это нормальным, использование техники, покупка техники, для того, чтобы использовать ее две недели или два месяца в году? Ну, дело в том, что убирать тротуар надо. Даже маленькая, малая механизация, которая есть на сегодня на тротуаре, она везде проходит. К сожалению. То есть, таким небольшим приспособлением она стоит около 30 тысяч гривен, то есть небольшие, считаю, вложения. Мы сможем обеспечить нормальные какие-то должны основные задачи, это обеспечить людям нормальный проход. А это типа мотоблока или что? Типа того. В дорожничном ходу. Вот. Ну да, сумма не очень большая. В общем-то, если смотреть 23 миллиона, то в принципе, да, вы правда. Да, на сегодняшний день, если рассматривать предприятия в дальнейшем как подрядной организации для асфальтировки дорог, то в принципе, для основных это нужно асфальтовокладчики, и каток более современный. На сегодняшний день эти катки, которые есть, они, понятное дело, устаревшие, и выйти на довольно-таки проможенные тарифы, к сожалению, очень тяжело. Ну, как я уже презентовал, я уже рассказывал, что есть договоренности по поводу привлечения техники на безоплатной основе. То есть это позволит предприятию выйти более вверх и приносить прибыль. Опять-таки, экономное предприятие на сегодняшний день это хозрасчетное предприятие. То есть бюджетный денег мы не привлекаем. Мы то, что мы себе зарабатываем, то мы и тратим. В 2014 году, так, для справочки, предприятие было прибыль чисто 33 тысячи гривен. На конец 2015 года 436 тысячи гривен. По итогам 9 месяцев, в 2016 году, на сегодняшний день, уже 387 тысяч, это чистая прибыль, и чистый доход у нас 8 миллионов 236 тысяч гривен. Это по итогам 9 месяцев. На сегодняшний день эта сумма уже порядка 1,5 миллиона выше. То есть, наоборот, где-то в пределах полумиллиона у нас прибыль. Дальнейшее будет, как думаете, еще планируется выполнение работ. Могут еще не закончен. Будет еще планировать где-то порядка 1,5 миллиона будет прибыль. На конец года. И вы не имеете доходы? Доходы. Прибыль, да, прибыль, где-то будет, где-то в пределах миллиона, где-то будет чисто прибыль. То есть, предприятие развивается, предприятие растет. Мы вкладываем сейчас тоже в ремонт, в сегодняшний день, да только пока ремонт, не приобретение новотехники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова